всех приветствую на своем канале моя жизнь мое хобби сегодня 23 апреля 2022 года мы находимся с вами в лесу сейчас ельник проходим чуть позже покажу что тут происходит уж много погода сегодня великолепно до 16 градусов тепла обещали дочь на обед ну за будет или нет всеми мы с вами будем искать а может даже и собирать грибы строчок гигантский и сморчковую шапочку может даже попадется просто сморчок конический может быть еще какой-то губчатый посмотрим придем с вами на вырубку где в том году мы собирали посмотрим что там есть вот мы лесу с вами в этом году конечно совсем иная картина воды очень много если сравнивать с роликами того года в это время всем привет то было сухо а сейчас здесь просто океаны мы обходим даже по дороге мы не можем пройти по лесу ищем места по суше хотя мы и в сапогах местами очень глубоко тут место где у нас по ельнику беленькие всегда росли определенное время июнь начиная с июня может даже и раньше не помню уж точно лесу хорошо сегодня теплый день не переключайтесь чуть попозже еще покажу вам что происходит лесу вот мы зашли на вырубку тут повал еще больше по сравнению с тем годом и вот оно место где мы первые находили сморчки конические но тут сейчас завал такой травки нет наверное рановатисты еще мы сюда пришли наверное через недельку здесь будет что-то точно сейчас здесь было ну не совсем вот они одни из первых наши гигасы красочки далеко еще не ушел с этой полянки и вот он первый наш сморчок конический от шапочки он отличается смотрите чем его шляпка прям сейчас фокусируется шляпка прирастает к ножке это единое целое это конический а у шапочки почему на шапочка можно шапочку взять и снять давайте возьму я с ножкой земелька ничего страшного потом найду шапочку и покажу вам в чем отличие ну видите какой размерчик очень маленький только начинают лезть но здесь вот смотрите врача гигантский попался нам хотя в том году его здесь не было лежала я трава такая прибитая вот после дождей таких затяжных здесь повал и здесь был сморчок сморчок конический сейчас тут ничего нет вот он гигас растет такой подъеденный гигасы тоже еще маленькие только начинают лезть по таким кучерям приходится лазить вот саркасты фа давайте сорву посмотрим на нее снизу с ножкой не удалось тоже съедобный гриб на пне растет смотрите как отломался неаккуратно и взял вот так там обрезал и нож оставил что аккуратно в общем поискал нашел нож пока снимал шел он у меня выскользнул из рук вот так был отвлечен так что аккуратнее не теряйте свои вещи смотрите строчок обыкновенный содержит токсин герметрин термической обработки он никуда не девается этот яд в воде остается можно отваривать несколько раз принципе можно его есть но не рекомендую и строчок обыкновенный гигантский простите вы не увидите какая ножка цвет шляпки другой более светлый и ножка такая же как мозги скажем у человека такая же как и шляпка похоже на грецкий орех на мозг у кого какие ассоциации даже вот побольше который ну и они кстати достигают больших размеров если найду в этот раз покажу но в основном они помельче идем дальше подбираемся уже конкретно к вырубке пройти на вот эту дорогу прошлом году поменьше воды был и вокруг от того завала уже шапочка была в этом году в это время и нет значит будет позже я думаю через недельку здесь ее будет обильно по крайней мере это моя теория мои предположения немного вырубка уже зарастает пару лет и здесь уже будут большие деревья какие-то грибы будет неизвестно местность меняется новых мысника это на носинки растут мелкие солнечно хорошо свежий воздух и 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 если кому не лень можете открыть видео того года в это же время это уже числа 22 апреля ситуация была совсем иная этом году здесь очень много воды поэтому грибах все здесь дичи идти не может только по окраину по возвышенности побольше который сейчас режем весь в земле надо будет обрезать корень получше мелкие я оставлю конечно где сколько грязи земли эти оставлю пусть растут мелкие здесь подавятся такие красавчики будем искрать искать крупных саркосом и шаровидные молодильное яблоко мы ходим по лесу же полчаса воды не взяли пить захотелось здесь внутри жидкость чуть-чуть слезловатая сейчас разрежем и попробуем так что в лесу можно от жажды не умереть слушай но это вообще желейное тут короче воды практически нет не подумайте я не с голодного края сбежал просто так захотелось великолепно освежающим всем рекомендую станем моложе что делать жизнь такая спасибо этому грибу оставим удачи размножаться как ощущение густая по идее должна водиться быть но как желе такое получилось наверное крахмала больше добавили ты смотри морщины пропадают прям да да прям на глазах можно сказать великолепно еще пару яблок я думаю я тебя на руках понесу как младенца несмотря на то что это краснокнижный гриб вреда ему никакого не нанес на ничего страшного наоборот грибница будет даже размножаться знать да что она востребована вред наносится когда выпиливают вокруг деревья уничтожается ее ареал обитания к сожалению мы сейчас находимся рядом с вырубкой это действительность так что а мы грибники только размножаем это так продолжаем наш поход дальше смотрите как интересно вырос строчок гигантский прям на палке да не так могут расти это вообще красота да необыкновенно так вот рядышком еще один на палке листовую хотя тоже смотрите рядом с палкой правда уходит земля землица такой мистинка небольшая совсем их маленькое количество здесь потому-то вдали еще вижу вот там под под деревом соберу их пройдусь дальше пошли мы из вырубки и попали в лес искать шапочку но ее нету рано но все равно пройдем эти места посмотрим на что набрели смотрите интересная картина это ты личинки комара так что комару будет в этом году море это уже не готовится тепло за готовится к вылету своему не знаю как там на камере будет видно или нет отражение что такая вот картина смотрите шел тут ведь ямочка да бугорочек был травкой закутан хорошо что ногой не ударил животное я не знаю кто это но дышит смотрите на живое сейчас назад укутаю пусть спит еще не проснулась я конечно не хотел его беспокоить но я к чему любой бугорочек любое какое-то что-то в лесу возвышенность которая чем-то прикрыта не сбивайте ногами не наступайте потому что я легко мог его раздавить смотрите под ноги сейчас его укутаю и пусть живет он будет лесу приносить свою пользу пусть она меня простит это животное идем дальше укутал я его и положил обратно на свое местечко пусть спит я конечно не знаю кто это но если кто-то знает пишите в комментариях что это за зверек а мы идем дальше потерял я нож свой где-то осенью даже не знаю где но не в лес не в лесном походе точнее гривном знаю можно пикнике может еще где-то забыл может вывалился прикупил вот какой попался чтобы сегодня лесу походить срезать потому что без ножа нереально эти грибы собирать немножечко все так себе сойдет нормальный кукушка кукукают и смотрите пень сосновый и прямо на дне дачок гигантский прошу прощения было наверно прохладненько и они тут выскочили какая интересная картина ускать был невыше невелик потихоньку что-то попадается кто-то собирает по березняку ну а мы здесь находим ельники строчок гигантский так он нифига не гигантский совсем маленький здесь они больше не вырастут я думаю можно оставить их и следующий раз все сюда попадем снять можно собрать узнать надо подумать колопенника в том году такая же здесь картина была вот лет пять назад шесть здесь и было море и очень большие крупные походу это случается редко в этом месте в лесу очень хорошо классно свежий воздух птички поют шишки птички поют шишки птички 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 пти в общем обошли мы все места наши шапочки еще нет рано у конического совсем три штуки нашли очень мало вот а гигас и строчок гигантский попадаются но не так уж и много вот у нас точнее мой не сильно велики но мне это достаточно абсолютно экземплярчики побольше есть маленькие что хочу сказать выходите в лес если у вас есть время возможность собирайте весенние грибы наслаждайтесь приготавливайте их правильно с вас лайк подписка всем пока